Алло! Скажите, пожалуйста, добрый вечер. Меня хорошо слышно? Поставьте единички, пожалуйста. Миссики очень отличные. Представлюсь. Меня зовут Юрий Шемченя. Я из города Барановичи. Мне 38 лет. Участник проекта «Велнес-прокачка». В принципе, с чего все начиналось? С чего начиналось у меня с 1 марта. 1 марта я познакомился с продукцией «Велнес» в том смысле, что начала ее, скажем, кушать, употреблять. Это был бы коктейль. Про продукцию я раньше знал, слышал, но это не слушал. То есть не употреблял. 1 марта была такая у меня отправная точка, что надо как-то за собой смотреть. Надо начинать что-то делать. И помощь мне в этом спонсор помогал Ирина Васильевна определиться. Определиться. Сказали им и семье определить, что это будет у нас коктейль. 1 марта наступило. Мы начали с утра завтракать. А, еще пару слов скажу о том, что вообще, в принципе, я никогда не завтракал, себя чувствовал хорошо и как бы не нуждался в завтраке, только дети завтракали. Ну, как бы для себя я не думал, что мне это нужно, как бы я это игнорировал. Вот, но благодаря тому, что, как бы, когда пришел в компанию Reflame и немножко начал узнавать о продукции, узнавать о здоровом питании, начал смотреть литературу, читать, слушать вебинары, многие известные люди и не только говорят, что завтраки нужны, раздельное питание нужно. Ну, то есть, ну, как бы прислушался с ним, вот и с такого, скажем, отправная точка у меня была 1 марта. И буквально, скажем так, за полторы недели я походил на 3 килограмма, потому что образ питания мой меднился, только получился коктейль, и я вводил завтрак. Это меня, конечно, здорово, так придало такой уверенности, и как бы больше драйва, я начал еще там каким большим усердием что-то читать, смотреть, об этом узнавать, рассказывать. Меня, как бы, это уже, как только я приходил в наш дом Reflame на офис, и разговор заходил о чем-то, вот, о велнесе, о коктейле, о супе, я сразу же говорил, что вот, полторы недели, вот я, я, и я вот такой на 3 килограмма похудел. Это у меня продолжалось, в принципе, за 3 месяца я похудел где-то на до 90 килограмм, с 96, скажем так, с 96 до 90. Вот, ну, потом это так процесс замедлился, ну, скажем так, самочувствие мое улучшилось, было меньше, то есть усталость прекратилась, он не прекратилось, а, как бы, меньше стало вставать. Работа у меня сейчас еще, работаю на гостработе, как бы, там хватает у нас своей работы, переживаний, так что продукты волносмены необходимы в этом, помогают, чтобы справляться и там, справляться дома, справляться с детьми. У меня два школьника, один сейчас 8 класс, второй, третий, как бы, со старшим уроки я, и с младшей, стараясь помогать им, подсказывать где-то, но они делают сами, но все равно контроль за всеми нужен. Вот. Короче, мой вес становился 90 килограмм, ни право, ни влево, 90, 89. Потом мы с женой, супругом и Наташей, как бы, решили для себя, решили для себя, что надо каким-то образом нам продвигаться и делать, ну, что-то полезное, скажем так, или какие-то упражнения. Вот. Начали немножко поднимать интернет, фитнес дома, занятия дома. Ну, в таком плане, начали, вот, заниматься таким образом. Немножко. Но в помощь нам пришел проект «Вольность прокачка». Это нам, как бы, здорово замотивировало. Мы вступили в этот проект. И вот, как вы видите на нашем слайде, это мы снимались на нашей летней площадке в доме «Эрифлейм». Это было самое начало нашего проекта «Вольность прокачки», в котором мы вступили. Вот мы сделали фото. Вот. И это было такой еще отправной точкой, в связи с которой, ну, как бы, жизненно-то что-то менять. Тем более люди прошли «Волность прокачку», программу эту, которая была в Москве. Они начали нам ее показывать, подсказывать. То есть было, и сейчас она продолжается. Есть видео по питанию, занятиям спорта, там, ведению разговоров с людьми, ну, и все остальное. Вот. Мы в свою жизнь, скажем так, добавили больше спорта. Вот. Это я. Мы с супругой на стадионе у нас в городе. Вот. Это там, если вы видите, поставил себе предложение. «Шагомер» называется. И один из таких, это не каждый день у меня. У меня норма где-то, сейчас скажу, где-то 10 тысяч шагов. 10-12 тысяч шагов. У меня получается 6-7 километров. Получается, вот. Я в день прохожу, если я не занимаюсь спортом. Я иду на работу, сработаю пешком, вот, как бы, ну, где-то там по работе или дома, где-то магазин, туда-сюда. А вот если мы занимаемся спортом, пробежками по вечерам, вот, где-то 20 тысяч шагов, 14 километров. У меня получается где-то от 10 до 14 километров. Смотря, сколько времени я уделяю пробежкам и занятиям спортом. Просто, скажем так, летом было больше времени. Мы могли спокойно 2 часа, 2,5-3 уделить прогулкам пешим, потом занятиям, пробежками, спортом. Вот. Что мне дало... Был у нас прокачка. Ну, не бегал я, я, как я сказал, мне 38 лет, а не бегал я, наверное, лет 20, ну, скажем, 18. Последний раз я в 20 лет бегал в армию. 20. По 5-10 километров. Вот. И, честно признаться, было тяжело. А тяжело не то слово. Но благодаря моей супруге она от меня не вставала ни на минуту. Если я приходил домой, мы, как бы, там, какие-то дела и все. На стадион давай заниматься. То есть, она была у меня таким мотиватором. Мне она... Ну, и вместе, как бы, веселее. Вместе веселее и не так скучно. И один друг друга поддерживаем. Ну, то есть, как бы, вот, начинали мы вдвоем. Вы на сайтах видите, вот там. И занятия, упражнения простые. Мы, если так, для разминки брали все из интернета. Или из того физкультуры, в которой мы проходили в школу. Я в свое время советское время еще был. Или в начале, там, 90-х заканчивал школу. Как бы, для меня это знакомо. А бег мы взяли из интернета. Система, там, полчаса бежишь. И без пережива. Конечно, сразу было нам сложно выйти на это. Мы, там, 10 минут бежали, там, 3 минуты шли. 10 минут бежали, там, 3 минуты шли. Вот такими вот я начинал. Вот из такого. И вы знаете, что? Вес опять начал уходить. Это мне, в принципе, здорово понравилось. Как бы, ну, для себя я отметил, потому что, начиная заниматься спортом, пить коктейль, и вес потихоньку. Ну, потому что, да, смотрите, метаболизм не томся. Кстати, 38-20 лет. И я прекрасно понимал, что надо что-то делать. Но, как бы, лень меня всегда, конечно, раньше боролась. Сейчас я с ленью на равных. И надеюсь, я ее победить, чтобы она была у меня позади. Вот. Так, далее. Далее у нас получается вот что. Следующий слайд переключаю. Минский полу-марафон. Если честно, я об этом даже не мечтал, думать не мог. И, как бы, бег это всегда было не для меня. Если честно, бегал я так, на твердую четверку, в «Атишниках» никогда не был. Но компания объявила о том, что она выберет 30 человек в Белоруссии. И мы побежим в составе команды «Арифлэй». Тяжело было, конечно, принять такое решение, потому что я понимал всю ответственность. Ну, и ответственность за себя, за свое здоровье. Вдруг не добиву, вдруг сойду, и вот. Как бы, для себя не очень, скажем так, комфортно. Ну, и компания, которая выбрала, где вроде как, чтобы они представляли себя. Ну, вот. Компанию в своем лице тоже, как бы, чтобы не подвел. Ну, все, я зарегистрировался на Минский марафон. Вот, все сделал, как бы, оплатил взнос. Ну, и ученик начал готовиться. Как видите, на одном слайде, да, было жарко у нас. Бегать я не прекращал. Вышел я уже на 30 минут беспрерывного бега. И это, в принципе, 30 минут у меня получалось. Это где-то 5 километров у меня выходило на 30 минут. Быстро я бегать не мог. Ну, вот как, как получалось. Но после пробежки обязательно у меня были отжимания, физические упражнения на брукниках. тело, даже так, скажем, немножко подтянулось. Вес немножко начал уходить. Не так быстро, как первый раз, когда я начал принимать копили 3 килограмма за полторы недели. Но по чуть-чуть, понемножечку. И вы знаете, что я заметил в конце. Супруга молодец. Меня, конечно, поддерживала. Но, все равно, какие-то свои бытовые проблемы или какие-то вопросы мне приходилось иногда выходить одному. Она где-то оставалась на вебинарах смотреть, учиться. А я продолжал заниматься спортом. И как бы тянет, вы не поверите, но на дня тянет заниматься спортом. Вот, именно пробежками. И я сейчас начинаю, наверное, понимать тренинги психологов. Если там 24 дня или 21 день что-то делаешь, заставляешь себя, то потом тебя, наверное, просто не остановить. тебя войдет это в систему, тебя это войдет в привычку. Эти нейронные связи крепко срастутся и как бы все само с собой в этом смысле станется. тебе уже не надо будет никто. Только, да, реально больше энергии с левносом, продукции здорового питания и все остальное. Сейчас немножко остановлюсь про здоровое питание. Как бы, как таково здорового питания я придерживаюсь в каком смысле? Стараюсь, да, благодаря и велнос-прокачке, благодаря тому, кто вступил в этот марафон, в проект. Стараюсь питаться, скажем так, несколько раз в день. То есть, утром у меня получается коктейль, изредка что-то я употребляю, какой-то другой завтрак, более плотный, у меня коктейль, коктейль на молоке, все, я пошел на работу. Где-то в середине дня до обеда, с 10 до 11, сейчас у меня данное время или были хлебцы, или яблочками я перекупаю, как бы так. Вот. Обед в столовой я у себя на работе работаю, вот, обедаю, там, в принципе, ничего такого. Ну, стараюсь, курочка на гарнир, салатик, вот такого. Потом тоже, где-то, 4 часа какой-то перекус, и дома ужинать, 7, даже 8 часов, даже может быть и 9 часов. Но, хочу остановиться на том, что, как бы немножко сейчас не отойдут темы, а буквально на днях в интернете прочитал, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко давал интервью какому-то изданию и сказал, что он тоже там за какой-то период времени похудел на 13 килограмм. Они там, как бы ему вот, и он делился своими секретами, и секрет довольно оказался прост. Не ешь сладкого, не ешь картошки, не ешь жареного, ну, побольше отваренного, пареного. Но потом было такое отступление немножко от темы, он сказал, что в принципе можно поесть картошки на ночь, там, или драников вечером, но будь добр, после этого пойди побегай, попрыгай, поиграй хоккей, поедай на велосипеде, займись спортом, чтобы у тебя это все переварилось. и тогда вот в принципе как бы все хорошо. Вот, как бы стараемся, ничего нового конечно здесь не открыто, но, конечно, все говорится правильно, так что надо заниматься спортом, потому что возраст, конечно, человек не молодеет, но надо держать себя в руках, давать организму встряску, чтобы он это все перерабатывал, ну, и он тебе сблагодарит тем же будешь меньше болеть, будешь здоровым, полным сил, энергии для дальнейшей работы и подвигов и всего остального в личной жизни. Так, вот, как вы здесь видите слайд, три фотографии, на одной я еще до начала марафона в Минске, на второй я один стою после пробежки марафона с медалью, а на третьем мы с Анатолием мельчем, вот да, вот мы вместе, мы начинали бежать вместе, но Анатолий, конечно, молодец, я старался держаться, наверное, первый километр за ним, но я за ним не угнался, не угнался, потому что, конечно, он, так, более физически подготовлен, оказался, но вот об этом году, в следующем году, надеюсь, я подойду более, скажем так, подготовленным к этому вопросу и, надеюсь, мы будем бежать в тандеме. Вот, что сказать о марафоне, честно говоря, вот, честно говоря, на вот таких масштабных мероприятиях я, максимум, что я был на концерте, второе, там, где-то в армии, когда бежало, там, 300-400 человек, в колонне, пробежка его, скажем так. Когда я, ну, приехал туда, мы немножко, там, я своих спутников оставил, а там пошел ставить машину, я добирался на метро, пешком, я подошел в порту, в порту, толпа людей, ну, да, я, как бы, ничего не вижу, попутно перейти, но когда я зашел на ступеньки ворца спорта и обернулся на дорогу, где я выстраивала столонна, честно, я обалдел. Да, было очень круто. Такого, такой массы людей в одном месте, если честно, я вот, видите, у меня номер 19233, это, ну, как бы, мой порядковый номер, то есть, там, 19233 участника, то есть, надо было 20 тысяч, я, если честно, этот номер не обратил внимания, но я думал, так, ну, 5 тысяч, там, до 10 народа, я не мог представить, что это будет в массе 20 тысяч человек и они, люди, которые бежал дедушка с палочкой, совершенно верно, дедушка с палочкой был, я не мог поверить, что, ну, как бы, что я здесь нахожусь, эмоции, сказать, что захлёстывали, они не захлёстывали, они, как вам сказать, я даже не мог сравнить это с чем-то, масса людей, столько энергичных, подвижных людей, скажем так, пропагандирующих спорт, конечно, пропагандирующих, за здоровый образ жизни, которые поддерживают это движение, которые это пропагандируют и, скажем так, сказать, чтобы эмоций не было, но они как-то вот на одном дыхании всё было, если честно, на одном дыхании и да, волновался, волновался, особенно начал волноваться тогда больше. Анатолий побежал, побежал, я за ним не успевал, думаю, ну, всё, сейчас сразу я бежал, всех обгонял, потом начали меня обгонять, думаю, ну, сейчас ещё приеду, там, где-нибудь последний прибегу и, как бы, совсем не буду себя чувствовать таким, скажем, немножко победителем, то есть, как бы, более так критично, критично к себе относился, но, скажем так, собрал всю волю в кулак, бежали, ну, конечно, атмосфера была крутая, по ходу пробежки были, мне понравилось на площади, где у нас красный костюм, то есть, в центре города, да, там, где БГУ, там была, народная группа стояла, они играли там народные танцы, вот, добегал, так, вроде как, медленно, медленно народ побежал, они, всё быстро, это так громко, и, ну, конечно, приятно, музыка, музыка, как сказать, поддерживая музыкальное сопровождение, тоже было, по всему, по всему маршруту пробежки, скажем, и к кафешке, люди, люди, мне было интересно, конечно, наблюдать, потому что я, наверное, всегда был со стороны таким наблюдателем, но это где-то было, наверное, в интернете, или по телевидению, где-то я видел, когда-то какие-то марафоны, там какой-то ролик покажут, смотришь на людей, что масса, толпа людей бежит, и я смотрел на этих людей, люди, понимаете, видел в глазах людей, как-то, ну, не замечал все доброжелательность, улыбки, и такое хорошее настроение, и это хорошее настроение, как бы, передавалось, наверное, человеку к человеку, то есть, ну, реально, реально, это, как бы, было круто, вот, ну, не скажу, что легко для меня это удалось, но, в принципе, так, если бы не подготовил, конечно, было бы очень тяжело, бегать, но так, мы пробежали, мы финишировали, финишировали, как вы видите, с медалями, вот здесь, на следующем слайде, я переключил, это моя семья, дочь Полина, сын Саша, я, вот, ниже чуть супруга, вот, они меня поддерживали, они поддерживали меня на протяжении всего этапа, как подготовки, ну, больше супруга, дети в это время находились, конечно, у деревни, у дедушки, у бабушки, скажем так, если честно, не ожидал, что будет такая медаль, ну, как бы, медали где-то были в школе, пару медалей я получал, но они как-то были вот, ну, просто медаль какая-то, лёгенькая, а здесь, если честно, был приятно удивлен, что такая тяжелая, настоящая, такая медаль, большая, вот, и, конечно, было приятно ее получить, и, как бы, одеть себе на шею, с гордостью, что, такой респект организаторам, молодцы, хорошо все продумали, и вообще, обстановка, обстановка, как бы, скажем, на самом марафоне было, мне понравилось очень, во-первых, музыка играла, там, какая-то белорусская группа, выступала, там, Вячеслав Харанека, наш, представитель книги рекордов Гиннеса по поднятию, там, различных тяжестей, установил свой очередной рекорд, и, как бы, было интересно за всем этим наблюдать, смотреть, быть участником, конечно, после пробежки немножко было тяжело, там, по переводичке, отдышались, но, вот, конечно, эмоции, то, что пробежал, и, скажем, скажем так, после окончания пробежки, 10 минут мне было тяжело, тяжело было стоять, потому что у нас было, конечно, в толпе, пока получили медаль, вот, когда разошлись, какая-то появилась лёгкость, эйфория, ну, как, не скажем так, от всего, от всего-то, от всего-то настроения, от всего-то, от всего-то адреналина, как бы, вот, в таком состоянии, скажем так, приподнятом. Мы потом ещё, с нашим спонсором, спонсором Ирина Васильевна, поддерживала, и в Тушок, вот, мы, спасибо ей, и моя семья, Анатолий, там я немножко времени побыл, он потом уже уехал, вот, мы ещё походили по Минску, погуляли, я был, да, я был не в этой майке, я, вот, видите, вот моя, самая, не вижу, так, Велнос-Прокатушка Барановичи, чёрная, да, вот я по Минску, по центру, ГУМ, Немейга, кафешки, да, я вот, Велнос-Прокатушка Барановичи ходила там везде, то есть, это был я, может, кто-то меня и снимал, я не знаю, ну, короче, продуктивно мы отдохнули с семьёй, просто походили, посмотрели, и, знаете, что, вот, мы где-то были до 4-5 часов в Минске, и много где на пути нам попадались участники вот этого марафона, люди или с медалями, или там с номерками, или там в спортивной одежде, ну, видно, что люди там, которые разговаривают, а и в шорках, да, да, в шорках тоже, вот, которые разговаривали о марафоне, как бы, знаете, было приятно смотреть, что где-то нам, как сказать, марафон закончился у нас где-то там в Кабинадске, до 4-5 часов мы ходили по Минску, гуляли в разных частях города, и, как бы, люди, люди, участники марафона тоже гуляли, ходили, ну, приятно, приятно было при этом наблюдать. Вот. Спасибо моей семье, хочу сказать, и спонсорам за поддержку. Да, там есть фотография мы с участниками команды Reflame пробежки. Вот, фотографируюсь, а, еще скажу, я забыл сказать в середине своего рассказа. компания меня, все-таки же, не выбрала, учащих, в 30 участников пробежки от компании. Ну, как бы, если честно, я сразу был огорчен. Ну, я вроде подавал заявку, я был там, это, Анатолий Ильич сразу был выбран, но, как бы, я не унывал, готовился к пробежкам, выкладывал в соцсети свои фото, как я готовлюсь, как вы знаете, я не стался замечен. Наверное, за несколько дней до начала пробежки мне пришло сообщение от компании, что, как бы, 30 участников, 30 участников, но я могу подойти и получить тоже комплект формы от компании, и я буду участником пробежки от компании. Ну, это было круто, конечно. Спасибо, Анатолий Ильич, он мне помог с этим разобраться, потому что я чуть-чуть позже подъезжал. Так что, как вы видите, я бежал в майке сиреневой от компании. Ну, хотя я уже, как бы, был подготовлен на этот вопрос, я уже в своей майке волнах прокачки думал, буду пиарить Барановичи, буду пиарить наш Дома Реплейн, ну, как бы, вот, вот так все сложилось. Ну, как бы, все, что хотел, я уже сказал, скажем так. Хочу сказать спасибо всем присутствующим, кто меня поддерживал, спасибо моей семье, спасибо спонсорам, спасибо всем. Вот. Хочу пожелать всем здоровья, участия в новых прокачки и оставаться всегда на позитиве. Все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok